Имеющий уши слышать, да слышит, что Дух говорит Церквям. Сейчас идем в трансляции также на Интеррадио, на городах, в которых мы вещаем, и цифровое радио, которое слушают в других штатах. Сейчас, к вашему вниманию, следующая программа – это передача «Церковь и культура». И я напоминаю, что передача – это в открытом радиоэфире, у нас сегодня интересный эфир. Мы, как всегда, ведущие программы на месте – это Ярослав Дмитриевич Дердиенко, также Иван Иванович Лещук и Ярослав Маковский. Ярослав Петрович Маковский тоже здесь. Ну и у нас сегодня намечается, опять же, интересная тема, о которой вам поведает Иван Иванович. И я включаю микрофон в студии, Иван Иванович, приветствую вас, мы внимательно слушаем. Добрый вечер. Доброе утро, наверное, для кого-то. Потому что сегодня, с учётом того, что информационные магистрали, как говорят, всемирная паутина позволяет транслировать и образ, и, наверное, частицу Духа передавать. Во все части земного шара, наверное, нужно говорить и доброе утро, и добрый вечер. Действительно, когда выходишь в эфир, когда излучаешь часть себя, передаёшь часть своего сердца фактически, вот наступает момент какой-то напряжённости, пытаешься собраться. Потому что, в общем-то, на дорогах жизни, в суете, очень часто есть то, что отвлекает и каким-то образом осуещает твоё сознание. И вот, когда мы ехали на радиопередачу с Ярославом Дмитриевичем, с Ярославом Маковским, мы общались, обсуждали вот нашу красную линию, наш сюжет. Хотя мы не любим шоу, но, тем не менее, мы думали о том, каким образом подать эту информацию, каким образом даже размышлять о том, о чём мы будем говорить. Была подчёркнута такая мысль, что нас здесь не трое, а четверо. Я вот сразу даже как бы и не сообразил, подумал об Игоре Воронове, потом вдруг вспомнил, что где двое или трое посреди вас, сказал Христос. Если собраны во имя моё, там и я посреди вас. И это правда, что Христос присутствует в общине святых, присутствует в церкви. Но речь пойдёт сегодня, наверное, ещё и о том, и это подчеркнул Ярослав Дмитриевич, что к нам подключится Григорий, звонивший прошлый раз на нашу радиопередачу и размышлявший совместно с нами о том, что же должно было произойти 21 мая 2011 года. У нас был разговор достаточно конструктивный, несколько, может быть, даже, я бы сказал, эмоциональный, но, тем не менее, эта эмоциональная напряжённость говорила о том, что все мы думаем о Боге, все мы причастны к христианству и по-своему размышляем о настоящем христианстве и о будущем христианского движения, о будущем церкви. Да, и о своём, собственно говоря, спасении тоже мы думаем. И вот эта ревность, эти переживания непременно, они каким-то образом передавались радиослушателям, и вот тема, поднятая на прошлой радиопередаче о духовных обольщениях, заблуждениях, она вот каким-то образом сколыкнула круг моих знакомых и друзей. По крайней мере, вот встречаясь с ними, я вдруг ощутил, что они как-то вот как бы ожили, а вот говорим о пророчествах, о прорицаниях, о судном дне, об эсхатологии. Вот, случится, не случится, случилось, не случилось, что же будет дальше? Море вопросов и море последствий от того, что произошло 21 мая 2001 года. Я хочу прочесть текст, который записан в первом послании Иоанна, в 4 главе. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов от Бога ли они?» Потому что много лжепророков появилось в мире. «Не всякому духу верьте, но испытывайте духов от Бога ли они?» Вот, мне кажется, это один из ключевых стихов Библии, который как-то контрастно звучит. Нас очень часто призывают к вере, к доверию, к Слову Божьему, проповедникам. Но Христос однажды произнёс фразу, которая постоянно в моём сознании каким-то образом направляет моё мышление, моё отношение к тому, что я слышу и вижу. «Не верьте». Вот лёгкая доля скептицизма и недоверия к рекламе — это очень полезно для современного человека, когда очень много лжи, фальши и обмана в мире бизнеса, в мире экономики, в политике самой. Когда мы говорим о духовной области, о христианстве, мы должны понимать и осознавать, что не всегда информация, которая поступает в наше сознание, она является верной и правильной. Поэтому, естественно, что люди, которые попадают в заблуждение или в обольщение, они как раз не обладают способностью критически анализировать, просеивать, фильтровать, я бы сказал, информацию. И вот более глубокие вещи или более страшные последствия лежат в духовной области. Публилий Сир, по-моему, сказал так, что невидимое зло всего тревожнее. Когда мы видим опасность, движущийся быстрый автомобиль, проще от него защититься, создать какие-то правила. Но вот радиация, поле радиации, которое невидимо, только можно измерить его, слава Богу, и по последствиям уже проанализировать, как оно действует на биологическую структуру человека. Здесь уже сложнее, но тем не менее оно существует. И вот в духовной области нужно иметь дар развлечения духов. Это дар Божественный, дар Святого Духа для того, чтобы разобраться в море учений. Сегодня очень модно говорить о теории преуспевания, процветания. И вот христианство всегда как бы качает, качает некий духовный ветер с одной стороны в другую. И возникает очень много различных течений, направлений, и человек путается. А где же истина? Где же правда? Где же это тонкое лезвие бритвы? И вот мне кажется, что человек, рождённый свыше, человек, который действительно крещён Духом Святым в церковь, в тело Христово, он приобретает по мере своего роста и развития вот эту уникальную особенность не верить лжи, не верить неправде. Вот имеет какие-то чувства такие духовные. Имеет дар распознания духов. Ярослав Ильич, вот, возвращаясь к нашей теме и к нашему разговору в прошлой радиопередаче, помните, да, мы говорили о том, что наступит 27 мая. Мы говорили, что в том числе наступит и 27 даже. То есть у нас веры было достаточно и для этого. И мы вновь выйдем в эфир по милости Божией, по Его благодатному изволению к нам немощным, грешным, да, но искупленным Его кровью и находящимся в Его теле, в Его организме невидимо. Вот невидимая Вселенская Церковь, как говорил Блаженный Агустин, она ведома одному Богу. И вот мы вновь собрались. И я говорю, вновь открыто и дерзновенно, не с дерзостью, а дерзновенно. Слава Господу, что милосердие Его обновилось и в этот вечер, что оно проявилось к нам. Кто-то, естественно, находится в болезни, кто-то в переживаниях, но и этот путь христианин проходит с Господом. Так вот, какие у вас впечатления, как проходила ваша жизнь в течение этой недели? Вы общались, наверное, с людьми, вы общались с слушателями. Какие ассоциации? То есть я хочу поговорить о том, что 21 мая прошло. Какие последствия? То есть какие результаты? Какой эффект? Какие настроения? Потому что, в принципе, очень много было шума, очень много было рекламы, обещаний, много веры было, может быть, по-детски наивной и искренной, что вот-вот грядет Господь. И кто-то ждал этого момента, когда Он будет вознесён. Но вот наступил этот день, этого не произошло. Второй день, третий, сегодня 27 мая. Что вот у вас на сердце? Ну, у меня... Прежде всего, у меня благодарность к Богу. Благодарность, ну, самая искренняя, это трудно, вы понимаете, это трудно пересказать, но благодарность Богу, я думаю, что так можно выразиться, даже за то ведение, которое дал нам Бог в этом вопросе. Я в прошлый раз говорил, что перед первым января 2001 года, когда тоже был такой ажиотаж, когда тоже уже конец света предсказывали, мы договорились не говорить пророчествовали, а предсказывали, да? Предсказывали. Вот я имел смелость сказать, что вот увидите, что ничего не будет. Мы вот этот же шаг повторили 20-го, накануне 21-го. В принципе, скажем, ну, если бы вдруг мы оказались неправы, то мы были бы постыжены, потому что, правда, Ярослав Петрович выразил, кажется, 1% или 0,5% сомнения, что могли же и мы ошибиться. Вот, конечно, могли бы и мы ошибиться, это естественно. Но нам, когда говорят об этом событии, когда говорили, очень настойчиво утверждали, что пользуются Библией. Думаю, что и вы, и я, мы никакими другими источниками не пользовались, когда высказывали своё мнение. Мы тоже пользовались Библией так, как мы её понимаем. И слава Богу, на 21 мая наше понимание подтвердилось. На этом основании мы можем, так сказать, интерполировать и 21 октября, что оно точно так же предсказано, вычислено неверно. То есть, речь идёт о том, что уже существует новая интерпретация, да, Ярослав Петрович, вот, после несостоявшегося явления, о котором много трубили, говорили. Кстати, я очень серьёзно к этому отношусь, потому что считаю, что существует психическое оружие, духовное оружие, массовое поражение. То есть, нагнетение истерии в области экономики, в области политики – это методы, которыми пользуется мир. Иногда выпячивают, извините, какую-то новость негативную, раскручивают для того, чтобы отвлечь от главного, от жизни, может быть, от течения жизни. То есть, политики, скажем, люди, которые манипулируют сознанием, они знают, как это делать, они пользуются средствами массовой информации и так далее. Ярослав, что сейчас говорит Кемпинг, вот, касательно будущего церкви и христианства, вот, какая информация? Насколько я знаю, это Хэлл Кемпинг остался при своём мнении. Частично он признаёт свою ошибку в расчётах, как он выражается, но в целом своё мнение он не поменял. Я распечатал небольшую выдержку с интернета. Согласно последним высказываниям Кемпина, конец света наступит 21 октября 2011 года. Как вы знаете, мы говорили, по-моему, ранее об этом, о том, что 21 октября, ранее Кемпин говорил, что Вселенная перестанет существовать. Вот эти шесть месяцев будут днями суда, будут ужасные землетрясения, вплоть до того, что трупы всех похороненных будут выброшены на землю, предписывал страшные ужасы. Но, как мы видим, этого, слава Богу, не наступило. Но дата 21 октября осталась на своём месте, и теперь все эти события, по его высказываниям, переносятся на 21 октября 2011 года. Страшный суд начнётся в 18 часов в каждом часовом поясе. На этот раз, как он утверждает, ошибки быть не должно. Это он сказал, выступая в своей штаб-квартире семейного радио в Калифорнии, здесь, недалеко от нас. Это город Окленд. Именно с этой помощью, с помощью радиостанций, находящихся в этом городе, там и проходила пресс-конференция в понедельник. Вот это вот учение кемпинга было распространено по всему миру. Прежнюю ошибку с датой Хрилд Кемпинг объясняет очень просто. Оказывается, он обсчитался, сообщает Reuters. Проповедник обещал, что на земле 21 мая начнутся мощнейшие землетрясения, но теперь объявил, что предсказание сбылось лишь в духовном смысле. Минувшая суббота стала днём невидимого Божьего суда. Ранее он утверждал, что это видимо, ему неоднократно задавали вопросы, будет это в духовном смысле ли это будет видимо. Он утверждал, что это будет видимо, явно и без сомнения. Он не признавал ни малейшие сомнения, которые высказывались по этому поводу. Все праведники в количестве 200 тысяч человек, вновь заявил Кемпинг, 21 октября вознесутся на небо, а грешники, 6,5 миллиардов человек, останутся на земле и погибнут от разрушительных стихийных бедствий. Что он намерен делать, если предсказание не сбудется и на этот раз? Автор прогноза не сообщил. Накануне Кемпинг выступил с разъяснениями и ответил на вопросы журналистов в течение полутора часов. Это было в понедельник. Он признался, что чувствует себя очень скверно из-за невольной ошибки. С другой стороны, он выразил радость, что милостивый Господь избавил человечество от ада на земле на 5 месяцев. Ну, оказывается, Господь передумал. Это его мнение. Устроил всё так, чтобы апокалипсис удалось произвести ближайшие сжатые сроки, не создавая лишних неудобств. Ну, это, я говорю, опять же, это мнение Кемпинга. На мой взгляд, мы столкнулись с очень-очень тонкой формой обольщения. Как правило, обольщение — это процесс передачи ложной информации с помощью эмоционального воздействия от одного человека к другому. Обольщение, как правило, осуществляется через передачу психического настроения, наделённого большим эмоциональным зарядом. Но в данном случае, видите, под эту формулировку обольщения, под это определение обольщения господин Кемпинг не подходит. Здесь очень тонкая форма обольщения, где нет эмоционального заряда. Просто есть огромная, мощная система радиостанций. И, возможно, в мире подобных кемпингу людей много, да они не обладают такими средствами, как этот человек. И вот, пользуясь вот этими средствами, пользуясь огромными материальными рисунками, насколько я знаю, его обещало более 66 радиостанций по всему миру. Вот это обольщение его смогло распространиться в таких масштабах. И его сдержанность, его умение вести себя на радиопередаче, твёрдость его высказываний внушило многим людям то, что действительно конец света наступит 21 мая, как мы знаем. Но, к счастью, его предсказания не сбылись. Хотя, знаете, я высказал Ярослава Дмитриевича, и он со мной согласился такой мысль. А даже если бы произошло вознесение 21 мая, даже если бы это предложение сбылось, ну, слава Богу, мы бы были уже на небесах, может быть, даже и лучше для нас было бы. Но, тем не менее, его высказывания являются обольщением прежде всего, потому что они противоречат основной идее Писания, основным словам Христа, что мы не можем знать времена и сроков, и не стоит этого делать. По сути, его высказывания, его пророчества, хотя, опять же, сложно назвать это пророчествами, это не пророчества, это его мысли, его доводы, они изложены вроде бы в логической форме, хотя логики, основанные на Писании, я не вижу никакой в этом, те цифры, которые он приводил, и те расчёты, которые он вводил, изначально они были неверными, потому что они, ну, никак не исходят из Писания, никак. О том, что эти цифры... Кстати, насчёт этих цифр, существует такое мнение, я закончу мысль очень кратко, существует такое мнение, что Библия вся закодирована, есть даже документальный фильм, он был сделан в Америке, переведён на русский язык, о том, что Библия – это сплошные коды, и люди, вместо того, чтобы принимать Библию так, как она написана, так, как она есть, истинно в Англии, пытаются что-то найти сверх того, что написано. На этом, на мой взгляд, это является основной ошибкой кемпинга, и пришедшей к таким печальным последствиям. Пожалуйста, телефонный звонок. Добрый вечер, мы приветствуем вас. Добрый вечер, приветствую. В общем, тут я слушаю, вот это всё такое, прихожу к интересному выводу, в общем-то, что вот, ну, первый вывод какой, что, насколько важно, значит, прежде всего, не кого-то слушать, кто что-то говорит, а самому уникальству Писания, как написано, как Бог открыл ум к уразумению Писания, значит, учениками или апостолам, то Он и каждому желающему может открыть ум, и таким образом, значит, человек может, значит, не попасть под это заблуждение, о котором сегодня только много разговоров. Но здесь, тут ещё есть вопросы интересные. Во-первых, вот как у меня был вопрос перед этим, 21 мая, что если этого не случится, что тогда будет? Ведь перед этим ясно было, что у него были две даты. Одна, вот это что, основная, 21 октября, запасная дата, можно сказать, но теперь уже основная прошла, уже больше двигаться некуда. И, значит, вопрос остается такой же, что вот пройдёт 21 октября, Бог даст, если заживём, всё, Бог сохранит жизнь, всё, как было теперь, так и будет, и будем ставить Бога дальше. Вот это вопрос, а что будет, что Он тогда может сказать, после этого, потому что уже больше говорит нечего. И потом ещё вопрос такой, что если уже, допустим, видишь, что ты ошибаешься, что неправильно говоришь, почему не покаяться, и почему не признаешь то, что написано в Библии, что об этом никто не знает, не сейчас, не дня даже, Христос сказал, что даже Сын Человеческий не знает, а только один Бог. И для чего, значит, вторгает то, что нам не дано, ведь написано ещё, что открыто принадлежит Богу, открыто принадлежит нам, и, наконец, то, что мы не знаем, когда придёт Христос, оно ничуть не мешает нам служить Богу, вот. И тем более, что для каждого человека есть свой конец, как есть и общая воля, так и индивидуальная воля для каждого человека есть. Для каждого свой конец, которого никто не знает, а значит, должны быть готовы к встрече с Богом, и должны, естественно, служить Богу, и, значит, с радостью проходить свое поприще, которое Бог дал нам. Вот это то, что я хотел сказать. Ну, и спросить, естественно, вот, что вы думаете, значит, вот обо всём этом. Благодарим вас, говорю таким христианским языком. Спасибо вам за ваше участие, за то, что вы включились в нашу радиопередачу. То, о чем говорил Ярослав Маковский, оно может быть резюмировано таким образом, что маленькая ложь, даже маленькая ложь, рождает большое недоверие, большое сомнение. Вот есть небольшие штрихи, человек немножко утаил, и Господь очень строго поступил с Анани и с Апфирой, когда они утаили из сыны. Когда мы видим непоследовательность в действиях человека, когда мы видим, что он меняет свою позицию, своё мнение, своё утверждение, очень часто в 1994 году был предсказан этот день, затем перенос на 2011 год, на май, сейчас октябрь. Различные интерпретации, это будет физически, потом духовно. Мы видим непоследовательность, непостоянство. И в каком-то смысле вот этот анализ позволяет нам говорить, что действительно проклят человек, который надеется на человека. Вот культовость, само понятие культовости, даже в христианстве, это порочность, потому что, в принципе, каждый христианин имеет доступ, доступ ко Христу непосредственно, без посредников, молитвенно, обращаясь к Нему. И когда мне говорят часто, ну, каждый человек имеет своё мнение, свой взгляд. Да, в своей тайной комнате свой взгляд, своё мнение, но есть незыблемые истины. И апостол Иуда пишет, возлюбленный, имея всё усердие писать вам об общем спасении, я почёл за нужное написать вам увещание. И это у меня обращение, наверное, ко всем трезвым, мыслящим христианам, неопьянённым духовными винами лжеучений. Общее есть спасение. И Иуда говорит, я почёл за нужное написать вам увещание, подвизаться, да, за веру, однажды преданную святым. Ибо вкрались некоторые люди издревле, предназначенные к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего, в повод к распутству и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Здесь речь идёт о конкретной ситуации, которая была в то время. Но вот момент, подвизаться за веру. Есть люди очень сентиментальные, я бы сказал, духовно. Но и мы сейчас говорим о последствиях. Вот Ярослав Дмитриевич, Ярослав Петрович, наши радиослушатели, я думаю, с нами в эфире находятся. Мы говорим не только вот об этой фальше, об этом тонком искусстве обольщения, да, мы говорим о людях, которые стали жертвами, жертвами манипуляции сознания. Мы говорим о подростках, да, наверное, мы говорим о молодых людях, о семейных людях, которые финансы свои отдали, которые пенсию, которую, может быть, всю жизнь собирали, они дали в рекламу этого дня, в эту пустоту, но не только пустоту. Вот что, что, что о последствиях, кто пострадал, сколько пострадало, кто это может рассчитать, сколько людей духовно упали, разочаровались, сколько финансово пострадали, это тоже серьезный вопрос. И кто будет отвечать, кто будет возмещать им их убытки, проданные дома, траки, страдают жены, страдают мужья, возможно, дети. Вот это же преступно, это же не просто мнение, это не просто взгляд, носить косынку или не носить, хотя и за это воюют, и страдают, и в депрессии выпадают. Но это же вопрос часто жизни. Я слышал факты, не знаю, слышали ли вы, что некоторые люди готовы уйти из жизни. Может быть, кто-то ушел уже. Ну, есть факт такой, сегодня буквально читал новость о том, что одна из девочек, по-моему, 14-летняя, покончила жизнь самоубийством. Это связано с... Да, выслушав эти доводы кемпинга, она не считала себя святой. Услышав, какие ужасы ее ожидают после 21 октября, она решила уйти из жизни, оставила записку, решила уйти из жизни, потому что испугалась тех последствий, которые должны были, по словам кемпинга, начаться после 21 числа. Ну и, как Иван Иванович говорил, это несчитанное количество денег, средств, которые могли послушать ко благу тем же самым бедным, нищим. Люди отрывали от семей, от детей, и пускали их практически в пустоту, в бессмыслицу. Какой смысл в этом предсказании? Да никакого нет. Флайк, это тысячи, это миллионы, это какие суммы? Ну, я читал об одной сумме, один из его последователей потратил около 140 тысяч долларов, это только один человек. Сколько его последователей, ну, один, Бог знает, я не знаю, очень много. И суммы вложены огромные, потому что, как вы знаете, была масса плакатов вдоль фривейва, это огромные деньги. Многие люди, которые работают на траках, как мы знаем, уже имели плакаты на своих траках. Вплоть даже в России я видел плакат на русском языке, над дорогой был вывешен. То есть, это огромные средства, и люди, вместо того, чтобы вкладывать эти средства в свою семью, в свой бизнес, просто отдать нищим, они вкладывали в бессмыслицу. Потому что смысла фактически нет никакого в подобных пророчествах. Для христианина смысла в нём нет. Потому что христианин всегда должен быть готов к Вознесению. Вознесение может быть 21 числа, может быть 21 октября, 21 мая, может быть завтра, может быть через много-много лет. И христианин должен быть всегда готов, независимо от любых предсказаний, которые бы не были на этот пол. Просто удивительно, что многие, к сожалению, мы знаем конкретные примеры, когда люди поддаются. И ещё одна вот эта вот, хотел бы подчеркнуть тонкость. Практически все христианские заблуждения, они строятся на Писании. Никто, я ещё не встречал людей, которые бы какое-то либо заблуждение среди христиан не основывали в Писании. Точно так и Кемпинг. Он утверждает, что все его заблуждения, извините, как он утверждает, его все доводы построены же на Писании. И он уверенностью откроет вам место Писания и приведёт доводы. И ещё, на мой взгляд, я вот перед звонком говорил, хочу немножко вернуться к этой теме. Я не знаю, откуда повелось, или от слишком умных людей, или как их ещё можно назвать, о том, что Библия закодирована. И Кемпинг, как его неоднократно спрашивали, откуда источник вот этих его предсказаний, ну буквально его слова, говорит, я трачу массу времени, говорит Кемпинг, на то, чтобы вникнуть в Писание, вникнуть в пророчество и понять, что там написано. Он всё время утверждает, что Библия – это очень сложная книга, то есть Библия – это не для каждого человека, не каждому человеку дано ему понять, а вот ему дано, оказывается. И он не видит то, что там написано. Ну, опять же, если вы помните прошлую передачу, мы затрагивали эту тему, что они ссылаются на местописание о том, что Христос всегда говорил ученикам притчами и ничего не говорил без притч. Но когда Христос говорил притчами, Он говорил, что это притча, а когда Он говорил о вещах конкретных, которые должны сбыться или сбываются, о том, что нам должно знать или не должно, Он говорил конкретно. И вот основная проблема этого человека, что он всё видит в сплошной притче, всё Писание он видит как сплошную притчу и пытается разгадать, пытается декодировать, раскодировать Писание и преподносит свои измышления в такой настойчивой, уверенной форме. Ну и, возможно, и много таких, как я говорил ранее, но у него огромная сила, всё-таки 66 радиостанций по миру, это большая сила. Я хочу привести, я не знаю, такую параллель, наверное, к чему. Вот мы сейчас опять вдаёмся в полемику, в богословские изложения, в богословские доказательства. Значит, я такую параллель провожу. Значит, вы знаете, что существует христианское течение, которое утверждает, что мы обязаны, если не соблюдаем субботу, значит, мы не спасены. И тоже очень много всяких изложений и всё прочее. А я для себя решил и вообще и вам предлагаю. «О чём мы говорим, если написано, ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме всего необходимого, воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленены, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделайте. Будьте здоровы». Ну, здесь написано «будьте здравы». Я думаю, что, наверное, речь идёт о сознательном сознании. О каких спорах может, о какие доказательства приводить, если Первый апостольский собор чётко и ясно определил? Вы уже богословствуете. Вы уже богословствуете. Нет. Вопрос же в том... Не, 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 я закончу. Это я параллель говорю. О каких вычислениях и о каких доводах может идти речь, когда Христос сказал, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти. Чем мы занимаемся? Вы понимаете, то, о чём ты в прошлый раз говорил, что если мы исходные данные примем неправильно, хоть один какой-то показатель, мы обязательно получим ложный ответ. Математики так. Точно так же и в духовных вопросах. О каких сейчас мы будем богословских изысканиях, тайных, нетайных, это чётко сказано. Ярослав Петрович как раз об этом и говорит, что поиск этой мистичности, чего-то скрытого, неизведанного, заниматься числом 666, числом зверя. Многие христиане действительно элементарного не делают, ноги умыть ближнему, любить жену, детей, мужа, родителей, помочь перейти в вечность достойно. Вот практические вещи, они настолько увлекаются этими изысканиями, да, вот в мягких креслах, вот вычислениями, что забывают главное, чашу холодной воды подай, просто человеком стань. И вот все конфликты, скажем, вот, приводящие к такому фанатизму за истину, ревность, да, за ту же евангельскую веру, они как раз связаны вот с этими теологическими, как вы говорите, копаниями часто, и отцеживанием комара, и поглощением верблюда. Вопрос, вопрос, у меня вопрос такой, последствия, вот давайте сейчас сфокусируемся на последствиях. На жертвах, на жертвах этого духовного, скажем, не просто обольщения, а духовной войны. Мы ведем духовную брань, и причем я убежден в том, на основании Библии, что за многими физическими явлениями, за многими явлениями в области культуры и политики стоят духовные силы, демонические силы, бесовские силы. Это духи, которые обольщают, это не просто ментальная, скажем, озабоченность, да, или, скажем, старческие, грубое слово говорят, старческие какие-то там, ну, бывает уже ослабление памяти, это естественные, естественные механизмы. Но, это есть момент духовного обольщения. Не всякому духу верьте, не просто учению, но духу. И вот, насколько в христианстве, в церквах, в семьях, в наших родствах должны быть трезво мыслящие, непьяные духовные люди, чтобы отличать ложную духовную харизматичность, да, о которой мы говорим, от невежества. Вот, к примеру, цитата. Ложные представления о духовности часто являются основанием для сознательных и бессознательных конфликтов в церкви, в обществе, в семье. Ложные представления о Боге, о духовности блокируют духовный рост христианина, подавляют его душевные равновесия, усугубляют такие болезненные чувства, как беспокойство, угнетенность, немощь духа. Вот, последствия все-таки трагичны. Кто будет за них отвечать? Мы с вами. Или Бог за это в ответе, за то, что просто кемпинг допустил ошибочку, вот он не имел сомнения, а сейчас у него появились сомнения. И некоторые люди могут призывать нас, ну вот зачем вы так ревнуете, не проявляете чувств? Да извините меня, да война идет. Да кто ответит за жизнь этой девочки, кто ответит за жизнь девочки, которая когда-то мне сказала, Иван Иванович, очень маленькая девочка. А разве пророки обманывают? Ее хрупкая вот душа надломилась, и здесь, извините, иногда хочется вопить и к Господу, и к этим людям кричать, остановитесь, остановитесь. Кто, кто из христианства сегодня, вот Слаик говорил о том, мощной информационной структуре у него. Почему мы настолько аморфны, скажем, и слабы, и не жертвены вот финансово? Вот смотрите, насколько эти люди показали пример нам, христианам, многим. Они вкладывают деньги, они последние отдают, потому что верят искренне. А может быть и нам нужно создавать такие компании информационные, чтобы учить истине, чтобы не просто бороться с ложью, да, но объяснить истину людям. И на мой взгляд, нашей целью сейчас должно быть не то, чтобы решить, кто отвечать за это будет. Кто-то будет отвечать, и будем отвечать перед Богом. Но как предотвратить последствия, как научить людей отличать доброе от худого? Ведь видите, в чём сложность, вот вы говорили, открывать вот это искусство обольщения, тонкое-тонкое искусство обольщения. Вот пока Иван Иванович говорил, я здесь записал некоторые свои понимания, ведь это психология, наверное, из области уже психологии. Когда слишком просто, тогда тяжело поверить. Мне помнится высказывание Веры Сергеевны Кушнира, она как-то сказала, что Иван Иванович просто. Оно доступно даже самому простому неграмотному человеку, несмотря на то, что Божий план спасения очень сложен. Бог потратил огромные ресурсы, невообразимые для нас людей, создал всю Вселенную ради нашего спасения. Настолько сложно устроил жизнь ради того, чтобы нам было легко и просто спастись. Ну это примерно, я приводил уже как-то среди друзей такой фотоаппарат, пример фотоаппарата. У нас у всех практически есть диджитал камера или цифровой фотоаппарат. Нажал кнопочку и фотография готова. И мы не задумываемся, насколько сложные процессы происходят внутри этого маленького прибора, и сколько людей трудились, мозговали, чтобы его создать. Примерно так и в плане спасения. Спасение, оно просто, его не нужно усложнять. Истины, как приведенные в Иоанной, просты. Всего, что нам надо, покаяться и следовать заповедям Христа для того, чтобы достичь спасения. Все очень просто. Но выполнить это сложно, потому что дьявол, сатана всячески пытается препятствовать, пытается внушить людям ложные мысли. А одна из этих мыслей такова, что разве можно так просто спастись? И вот внушение вот этих мыслей и наталкивает людей подобного кемпингу на какие-то непонятные умозаключения, исчисления. И как уже, я как-то в одной ранней передаче, не в этой передаче, когда я участвовал, в другой передаче уже высказывал эту мысль. Я не хочу говорить, этот человек был нехороший, но сказал такую мысль. Чем больше ложь, тем лучше люди в неё верят. Поэтому я удивляюсь. Ведь выкладки кемпинга, они, во-первых, сложны, чрезвычайно сложны. Его книги очень сложно читать и слушать, вникнуть их. Ну, я как ни пытался, сложно вам скажу. И удивительно, что вот этой вот сложностью выкладок люди в них больше верят, чем простым Ивановским истинам. И занимаются люди, массу времени тратят в попытках, в том числе и сам кемпинг. В этом я ему верю, что он тратит массу времени, чтобы выискать что-то в Писании, найти какие-то сложные вещи для того, чтобы, как он говорит, предоставить нам правду. А вот это ложь. И в этом, правда, не заключается. Это тонкая уловка дьявола. Усложнить, чтобы лучше поверили. Всё-таки я хочу вернуть нас, вот мы ещё перейдём, наверное, если будет время, о том, как профилактику проводить. А я прошу обращения. А всё-таки, почему до сих пор христианский мир, который огромен, в общем-то, и достаточно ясную позицию мы в этом отношении, не сформулировал такую единую позицию? Может быть, даже обращение. Вот к президенту Бушу вы обращались, да? С письмом официальным к обращению. Вот с призывом к глубокому покаянию призвать этого человека к чувству ответственности, не терять своего достоинства. Да, есть огромные финансовые возможности, но, наверное, можно, можно каким-то образом и на его сознание, и на его личность повлиять. Почему христианство, извините, так трусливо, как бы, не трусливо, простите меня, христиане все, потому что мы все в этом числе, но не прозвучало так, как прозвучал он. В противовес этому, почему вот такое какое-то молчание, нетрадиционные учения продвигаются, почему мы не можем обвиниться, чего нам не хватает, почему мы должны постоянно, вот как бы, занимать такую позицию, ну... У нас звоночек, да, пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Разрешите мне высказать мнение по поводу этого прохиндия Кемпина. Только мы стараемся не употреблять, вот, каких-то оскорбительных таких, может быть, слов, да, старайтесь, как бы... Я не его, я его действие, это, да, просто... Да, действие. Я сказал, с моей точки зрения, я не хотел, как бы сказать, выражаться плохо, я извиняюсь. А я считаю, что основной его краеугольный камень, это послужило довольно правильное основание, это то, что он сказал, что в собраниях прекратилось покаяние, прекратилось именно самоосновное проявление действия Духа Святого, и превратилось в общины социальные. И на этом он сыграл, используя именно это. То есть, частично, скажем, диагноз современной церкви, я понял вашу мысль, спасибо, и об этом как раз мы говорили перед радиопередачей, вы еще будете говорить, да? Не-не, я думаю, хватит, спасибо большое. Спасибо большое вам. Очень важная мысль, как раз вот мы перед радиопередачей говорили о том, что поводом действительно, поводом послужило тепло-хладное такое мягкое, скажем, состояние современного христианства, особенно, наверное, в Америке, да? Да, христианство в комфорте, в роскоши, относительно свободно, демократии, и, в общем-то, нравственное, скажем, нравственный градус, да, понизился очень существенно. Естественно, что, вот, наблюдая за этим, многие, многие когда-то в древности уходили в монастыри, и частично правильный диагноз, но Писание говорит, что будет возносимая церковь, что врата Ада не одолеют церковь. Способен ли человек объективно оценить, вот, интегрально, так, всеобщее состояние всего христианства, всех в церкви? Конечно же, нет. И я не соглашаюсь с мыслью, что нет покаяний в церквах, потому что я их вижу. Я их вижу, я проповедую в церквах, я общаюсь с людьми, как и многие из наших радиослушателей, и вы, наверное, общаетесь. И я сам лично, переходя в церковь, собираясь со своими друзьями, много раз осознаю свои ошибки, каюсь, смиряюсь пред Господом. То есть, этот дух покаяния, он присутствует, присутствует в мире сегодня. И благодать Господня действует, и Дух Святой действует. И тот же Кемпинг, наверное, не отрицает, что в его виртуальной церкви, среди его последователей, тоже действует сила божественная, которая держит их и должна была восхитить. То есть, покаяние есть. Вопрос в том, что по мере, наверное, умножения беззакония во многих охладила любовь. Вот об этом идет, наверное, речь. Ярослав Ильич, я хотел бы услышать мнение, сегодняшнее мнение брата Григория, как он отреагировал, и потому что я так понимаю, что то, что произошло, слава Богу, что оно произошло, но оно должно вызвать разумную реакцию. То есть, люди должны покаяться, люди должны, осознав эту ошибку, пусть это не своя, пусть это чья-то ошибка, но мы поддались на нее, и тоже допустили в своей практической духовной жизни ошибку. А в ней надо все-таки покаяться и изменить и поведение, и позицию духовную, и, может быть, подумать больше, как ты говорил, о практическом христианстве, не вот этом, который там где-то что-то выискивает, потому что богословским, я думаю, что мы показали, что нечего рыться, нечего искать, потому что перпетум мобили никто не создаст. Какие бы вы открытия ни делали, его не существует. Точно так же, если он сказал, что не ваше дело, зачем мы этим занимаемся, с какими-то такими последствиями. И, кстати, все мы делаем ошибки, да, и любой человек может оказаться на земле, он может духовно упасть, но у каждого человека есть шанс, есть возможность подняться, возвратиться на тот путь, который ведет к истине. Поэтому я поддерживаю эту идею, чтобы Григорий, если есть возможность и дерзновение, подключился к нам. Я не знаю, Игорь, сможет ли он выйти в эфир сегодня в рамках нашей радиопередачи. Мы готовы, мы готовы послушать, готовы принять, готовы помолиться вместе, и не только с Григорием, а со многими нашими братьями и сестрами. Есть разные формы ошибок, грехов, заблуждений, но вопрос в том, что у ног Христа вот мы все, братья и сестры, склоненные, приобретаем милость от него. Так что, если Григорий в эфире, мы готовы его послушать. Алло, Григорий, мы слушаем вас, вы слышали, были предэфире, вы слышали вопрос? Да, я слышал вопрос. Я слушал всю вашу беседу, и у меня просто интересный вопрос такой возник. Вы говорите, что Библия очень простая книга, она доступна всем, всем, кто не приходит. Тут я, извините, просто не могу с вами согласиться, Библия очень и очень сложная книга, и написана она очень и очень сложно. Вы понимаете, ни мое покаяние, ни соблюдение заповедей, ни меня спасти не может. Конечно, безусловно, это полезно для человека. Любить Господа, желать исполнять Его волю Божию, в том плане, чтобы исполнять закон, будем так говорить. Но исполнением закона не спасается, и при Господа не оправдывается никакая плоть. Поэтому все, что я не хотел бы стараться исполнить закон, Писание четко, определено говорит, если я исполнил весь закон, и в чем-нибудь согрешу, то я виновен против всего закона. Григорий, давайте вернемся к этому вопросу немножко позже. У меня первый вопрос к вам, мне бы было интересно услышать нашим радиослушателям. На прошлой радиопередаче я приглашал вас подключиться к нашему эфиру, и очень благодарен вам, что вышли вы сегодня в эфир. Хотя вы были не уверены в этом, вы говорили о том, что я не могу вам пообещать этого, потому что вы вознесетесь. Почему вы не вознеслись? Вот первый вопрос. Ну, опять-таки, отвечаю вам, я не буду лукавить, я прямо скажу, я был обескуражен, если бы можно сказать, вы с таким языком. Потому что я действительно верил и думал, что это произойдет. То есть у вас не было ни тени, ни сомнений? Абсолютно вы не сомневались? У меня не было ни тени, ни сомнений. И можете немножко рассказать, я думаю, что это очень интересно, вот понять вас, мы пытаемся понять вас и себя, и другим будет интересно, вот тем, кто с нами в эфире, и много людей вас слушает. Вот что вы переживали, скажем, вот в течение субботы, 21 мая? В каком состоянии вы находились? То, что вы можете сказать в эфир, вот то, что вы считаете, что это приемлемо и нормально. Можете немножко раскрыть вот свои чувства, переживания для нас, чтобы мы могли понять вас? Ну, я, это русское слово обескуражен, это человек, который ожидал, и, значит, не произошло. Это то, что было. И скрывать это, конечно, было бы глупо. Поэтому я, я думаю, это слово понятно русское. Очень понятно. То есть разочарование, да? Да. Разочарование нет, просто непонимание, почему это не произошло. То есть как бы вы просчитали это математически, и Библию читали, цифры складывали, да, математика была своя. И точно да, это совпало, и вдруг это не соответствует Библии, получается? Это не соответствует тому, да, не соответствует тому, о чем я думал, о том, на что я надеялся. Да, это да. В этом еще раз говорится о том, ну, как вы понимаете, я очень извиняюсь за то, если кто-нибудь услышал в моих словах, ну, чувство гордости. Я очень и очень скульплезно отношусь к себе. Почему? Потому что я понимаю, есть во мне это, так сказать, нехорошая черта, которая не должна быть у христианина, она, к сожалению, есть. И я всегда, так сказать, попросил моего Господа, чтобы вот две вещи у меня есть, за которые я очень-очень наблюдаю за собой, потому что это, так сказать, подводные рифы. Это гордость и злая похоть. Поэтому я перед моим отцом всегда старался честным быть. И я сказал, Господи, помоги мне вот именно в двух этих вещах, сохрани меня, потому что я сам по себе это не могу сохранить. И если кто-то заметил в моих словах вот эту вот гордость, я извиняюсь. Но это не гордость, это было мое убеждение. И я на сегодняшний день опять не меняю своих взглядов, как перчатки. А не гордость ли это, не гордость ли после такого... Вот вы на прошлой радиопередаче, да, мы против гордости все боремся, потому что гордость ведет к падению. И это, видите, вы боретесь и просите у Господа благодати, как и мы, собственно говоря. Поэтому и с нашей стороны, если вы почувствовали, что мы самоуверенно говорили, что мы были слишком уверены в том, что 21-го не придет Христос, мы тоже вот просим вашего снисхождения, да. Но мы не были обискуражены, мы утвердились в вере. Мы утвердились в том, что доверять человеку, доверять математике, когда речь идет о Библии, действительно, безнапремудрости, ведения, богатства, очень-очень-очень надо осторожно. Но нас, может быть, обискураживала ваша самоуверенность и доверие человеку. Вот вы понимаете, что, в общем-то, это не только вы, это маленькие дети, у вас жена, наверное, есть дети. Ну, я не знаю вашей семейной ситуации, но я знаю людей, которые сейчас выходят в сеть интернет, и они в шоке, они не просто обескуражены. Вы, наверное, трак не продали или траки и дом, а люди продали дома, люди лишились состояния, им кушать нечего. Вот, Григорий, вот как с ними, с этими людьми? Это же не просто обескураженные люди, это люди в состоянии шока. И вот девочка, которая ушла из жизни, вот вы говорите, не меняю, как перчатки, а может быть, поменяете перчатки? Вы знаете, я по своей сути характера очень, ну, как вам сказать, наверное, целеустремленный человек. Я не меняю направление своего движения, пока я до конца не буду убежден, что это тупиковая истина, или просто, ну, бессмысленная трата времени. Поэтому у меня нету на сегодняшний день, ну, даже мысли менять свое убеждение. Какое убеждение? Конкретный вопрос, Григорий, конкретный вопрос. Значит, вы остаетесь на позиции, что 21 октября будет конец света? Да, я стою на этой позиции. На каком основании? На основании священного писания. Основание, как вы видите, священное писание, не надо спекулировать. На основании священного писания никто не знает, и не наше дело этим заниматься. Это тоже священное писание. Никаких глубин, без всяких глубин. Зачем здесь глубины, когда они противоречат, что это быть не может? Григорий, допускайте, вот второй вопрос мой, чтобы у нас был такой конструктивный диалог, это будет взаимополезно, чтобы мы меньше эмоций, да, вот выплескивали в эфир, хотя эмоций у всех тут много. Ко мне люди обращаются, звонят на другие радиопередачи, я иногда пишу, они мне пишут имейлы. Говорят, Иван, а что же происходит? Говорят, кто будет отвечать за массы людей, пострадавших? Григорий, вот вам легко, вы остались при своих материальных ценностях, хотя, может быть, и вы вложили что-то, наверное, что-то жертвовали, или десятину, или добровольное пожертвование в этот христианский бизнес-проект. Вот мне интересно все-таки, вот есть ли смысл вкладывать в пустоту? И второй, кто будет отвечать за жертвы, за людей страдающих? Я вам приведу десятки фамилий, если вы позвоните мне после эфира, людей наших русских, которые в глубочайшей депрессии были, когда этого не случилось. Я приведу вам десятки людей, которые в страхе жили, мучились. Ну, благо, что вы такой, не меняете своих перчаток и так далее. Но люди поменяли сейчас перчатки, но у них денег нет. Григорий, вы дадите им деньги, Кемпинг даст им деньги, у него есть состояние в этой миссии. Кто будет отвечать за последствия, Григорий, таких вот расчетов математических? Ну, вы не по адресу обратили этот вопрос. Весь мир я обеспечить не могу, как вы сами понимаете. Ну, хотя бы жертв, жертв вот этого явления, которые отдали последние на пустую рекламу, извините за мою эмоциональность, но у меня сердце болит сейчас. Кто будет отдавать деньги? Кемпинг или вы? Готовы ваша организация, вот мощная, отдать деньги этим людям? У меня нет организации. Я не принадлежу никакой организации, чтобы вы знали. У нас нет никаких членских взносов, никаких членских... Но вы жертвовали на рекламу? Прямой вопрос, это тоже, наверное, честно будет. Жертвовали на рекламу вот этого дня, 21 мая, деньги? Жертвовал, безусловно. Я жертвовал сэмли-радио. Жертвовал столько, сколько я мог, сколько позволяло, так сказать, мне возможность, и, так сказать, моя совесть. А такой практический вопрос, Григорий. Можно ли обратиться от имени, скажем, пострадавших, чтобы они вышли на связь, написали, позвонили, изложили свои потери, и чтобы, скажем, не ты, это понятно, что не ты, а тот, кто собирал эти деньги, потому что где-то же не концентрировались, и чтобы он возместил хотя бы материальные потери. Ну, это ещё не всё. Главное в этом вопросе даже не эти деньги, а нужно возместить тот ущерб духовный, который нанесен людям, и, извини меня, Богу, мы же Бога представляем лживым, поэтому я хотел бы, чтобы и ты, и все, кто подпали под этот неверный расчёт, давайте так выразимся, чтобы вы поняли, покаялись, и чтобы вы своими устами провозгласили, что это была ошибка, что вы раскаиваетесь, что вы поменяете эту перчатку. Григорий, у меня третий вопрос, опять же, конструктивный диалог. Третий вопрос. 21 мая ошибка, понятно, всем уже понятно, ну, кто ещё трезво мыслит и не сидит, скажем, в психиатрической больнице, потому что самые уверенные люди именно там находятся, к сожалению. И они верят, что кто-то Наполеон, кто-то Иван Грозный и так далее. Но мы люди здравые, мы трезвые, у нас нормальное состояние. И люди поняли, что это был, атеисты смеются, это поругание для них, они говорят, вы обманщики христиане, вы вообще какие-то странные люди, как один человек сказал моему соработнику, что у вас странные какие-то вот, такие вот фантазии. Вот весь мир как бы взбудоражили, а сейчас просто в поношении находитесь. И это правда. За это поношение, наверное, кто-то будет тоже отвечать. Но, третий вопрос такого плана. Была ошибка, всем понятно, вам понятно, и вы признали, вы обескуражены, дай бог вам подняться и пойти дальше. 21 октября. В чём ошибка была? Вот вы нам расклад делали в прошлый раз. Где в ваших расчётах математических, мне как математику уже просто, где ошибка произошла? Нет, в расчётах, ошибка, это даже не в расчётах, не в математике. Я хочу просто сейчас ещё уточнить. Не думайте, что здесь идёт какие-то математические исследования или вычисления. Вы, видев книги и Библии, не найдёте цифру. Это слово. И это слово, которое вышло из уст Бога. Поэтому любая цифра является словом. Так же, как слово кровь, кровь, так же как слово жизнь. Вы говорите о семантике, да? Вы говорите о семантике? Я говорю о том, что вы говорите математическое. Это не математические. Это Библия. Это Слово Божие. И мы должны быть очень и очень внимательны. Просто я к чему говорю? Вы в прошлый раз оперировали цифрами. Годами. Вы цифрами оперировали, поэтому я и говорю о цифрах. 21 октября как это выходит вообще просто нет это откровение или это все-таки расчет нет это тщательное изучение библии получается по всем вы понимаете это очень сложный вопрос точно знаю что господь определил три главных праздника из которых четко определенные эти праздники это были праздновать в определенное время праздник заколания подхального агентом должен проходить первый месяц четырнадцатого числа и какого другого срока не должно было быть исполнение этого закона этого праздника буквально мы к этому слова когда наш господь пришел 33 году первого отеля он был заклан агент закланы григорий но вы это рассказывали прошлый раз и 21 мая у вас было стопроцентно уверенность вы ошиблись правда григорий дело в том что этот вопрос этот вопрос не ошибка в том плане что ошиблись дело в том что этот вопрос можно рассматривать в духовном плане что судный день как таковой уже начался и я не буду догматически доказывать но в прошлый раз так не говорили кто кто поменял ваше мнение перчатки кто ваши поменял сейчас вы говорили что кости будут лежать вот по всему миру на второй день что гробы разве откроются это же было это вообще уже не а двадцать первом а почему этого нет григорий потому что я думаю что это должно было произойти буквально этот вопрос произошел так григорий вы думали неправильно на пол в прошлую пятницу григорий где гарантия какая гарантия вот сто процентов что сейчас вы думаете правильно какие гарантии вы даете или вы так по жизни будете идти постоянно духовно физически завтра вы скажете на лошадь что-то обезьяна может такое быть но я так воспринимают то есть то есть вы не гарантируете 21 октября я ничего не могу гарантировать а вот вот это вот уже нормально мы тоже не гарантируем мы можем также как и вы стать на общую позицию возможно 21 но почему фигурирует эта цифра если вы не гарантируете ее гарантируете и будет судно конец этого мира всего того что происходит физического на радио эфир это все записано это все записано я я думаю что по милости божьей мы доживем мне хочется верить но кто его знает это уже не могу гарантировать сердце может остановиться григорий мы мы взрослые люди но давайте мы так и сделаем давайте мы наверное наш диалог сейчас на этом и завершим вы верите в господа я так понимаю стараетесь жить благочестиво да честно сейчас что нужно сделать знаете когда-то вот христос зашел к захею он зашел закею и захей покаялся сокрушился и он сказал господи когда христа осуждали что он зашел грешному чек господи кого обидел воздам во сколько четверо а кого обсчитал половину имение моего вы помните да что дальше написано я продам да и раздам кому нищим вот мне кажется сейчас вот и кемпинг и сотрудники и может быть те люди которые рекламировали они должны всем жертвам вот крестьянство всем жертвам мира воздать в четверо я не знаю как это будет но а мы надеемся все таки что 21 октября я не знаю игорь может быть мы сделаем передачу 21 октября они против давайте сделаем одно меня вас потрясает ваша стойкость ваша стойкость но она она для меня необъяснимая я пытаюсь вас понять я верю вашу искренность я верю в то что вы любите господа и хотите очень вечность вот пусть бог поможет вам трудитесь делаете добро как вы говорите бы боритесь с похотями злыми страстями с гордостью болитесь высокомерием думаете как писание говорит а и мы должны все думать ребята извините за такое слово о себе скромно по мере веры вот это наша позиция может быть еще что то вы хотели бы сказать пока в эфире я благодаря вам за то что вы меня так сказать дали возможность и все таки все таки книга библия очень и очень сложная книга и вопрос спасения я хочу чтобы вы поняли и мою мысль вопрос спасения не относится к нам спасение не зависит не от подвязающего не от желающего но от бога милующего поэтому говорит что я покаялся я принял господа я к нему пришел это очень и очень большое заблуждение гриша я я григорий 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 тут же объясняю значит мы должны сделать все возможное со своей стороны мы должны искренне ходить искренне верить искренне действовать и при всем при этом мы понимаем что вопрос нашего спасения конечно зависит от бога милующего потому что мы все несовершенные они это не значит что я буду вытворять все что угодно а бог по милости своей меня спасет а кого-то по своей милости возьмет и погубит вот-вот я как-то вопрос именно так стоит я не знаю когда господь спасает человека он дает ему новую возрожденную душу григорий можно еще четвертый вопрос а почему христос сказал кто будет веровать и дальше и креститься а кто не будет осужден будет почему он так сказал он сказал так потому что я вам задаю вопрос скажите пожалуйста при всем том что господь говорит что надо веровать да скажите пожалуйста мертвец может веровать сам по себе или нет еще раз мы с вами знаем что мы духовные мертвецы пред господом и еще не может ничего сделать одну секунду это нам известно это позиция не свыше только тогда может человек веровать опять-таки моя вера это результат на его спасения но не причина моего спасения мы эту позицию с грешах давным-давно тоже знаем из считаем что она ложная и неверная так как ты убежден в ее верности так мы понимаем что она неверная потому что зависит от воли человека и вот эта выдумка мертвая воля не мертвая воля это надуманные дух человеческий дух человеческий дух человеческий мертв для бога можно я прочитаю один текст григорий для вас блаженный те блаженный те а значит и спасенные которые соблюдают заповеди его чтобы иметь им право соблюдают заповеди чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами а вне то есть вне спасения вне города псы и чародеи и любодеи и убийцы и до идолослужителей и всякие любящие и делающие неправду не написано что они избранные вне а написано вот те которые так делают и вот этот текст говорит о том что блаженный соблюдающие заповеди его христос когда-то сказал обратившись к людям если не покаетесь все также погибнете христос это сверхразумная личность божественная да мы понимаем и если бы он понимал что от человека не зависит его покаяние неужели он дошел бы до того состояния вот чтобы обвинять человека и говорить если не покаетесь все погибнете я знаю почему написано смотрите григорий и не войдет в него не войдет в него ничто нечистое потому что это все альтернатива сатанинская всякая ложь от отца лжи поэтому множество религий поэтому множество заблуждений потому что это все сатанинская альтернатива истине божьей бог сказал умрете от дьявол сказал не умрете и он продолжает это свое бесовское сатанинской евангелие через всю историю человечества да да григорий говорите я слабились вы же знаете я что ведь так сказать воспитывался в баптистской среде и считал баптистскую точку зрения вероисповедания самая правильная самый приближенном значит конце потому что опять таки очень внимательно изучая священное писание я пришел к выводу что баптистское учение это просто просто уже учение никакими своими путями своими силами никакими своими желаниями покаянием принятием водного крещения принимаем криво преломления мы никогда не сможем спасти никогда пока и бог по своей великой милости и любви и это факт и мы его никуда не денемся гриша карвинистическая позиция тоже баптистская григорий только проблема то в том вот для трезво мыслящего человека писание говорит или не знаете что неправедные неправедные не написано не избранные они праведные это их ответственность вот они царство божие не наследуют не обманывайтесь не блудник не идолослужители да не прелюбодили не малаки и не мужеложники не воры не лихаимцы не пьяницы не злоречивые не хищники царствие божие не наследуют и такими были некоторые из вас но омылись но освятились но оправдались именем господа нашего иисуса христа и духом бога нашего всем непозволительно но не все полезно и здесь вот как раз мысль такая интересная что наследуют царствие божие праведные люди делающие правду дела гриша ваши и мои ивана пойдут вслед за мной дела пойдут я хочу и вот это очень интересный момент ответственности человека который должен реагировать на призыв божий на милость божью а то как-то гриша получается интересно одних избир и избирает да вот в мертвых а других оставляет но мало того гриша он еще и осуждает их они мертвы и не слышат его а он им говорит пойдете в гиену огненную гореть за что гриша но мы возвращен человек потому что мы мы водами сердце решили абсолютно мы победы на земле праведники не рождаются праведников местных 얘기를 становится и становится не потому что я такой править не хочу исполнять хотя?.. а праведник я потому что господь уплатил за меня цену от создания мира и на земле у меня спасает потому что finale а плавачино а почему зала суплачена одну запей мусоа деревне бабок и неуплачено. А это уже пророгатива Всевышнего Бога, это не моя пророгатива. Скажет ли изделие горшечнику, для чего ты меня создал? А поступит ли судья поступит ли судья всей земли несправедливо? А кто ты такой, что спорит с Богом? А я не спорю, я вопросы задаю. Мы как бы Богом оснем в своих руках и хотим его составить и вспомнить то, что я хочу. Гриша, но вам не жалко тех людей, которые вот так не избраны вот на такой вашей теории? Вам их не жалко никогда, этих людей? Я никогда не отвечаю ни за таких людей. Я даже просто говорю, я сам тебе говорю, что я спасение не достоин. Ни я, и ни вы, Иван Иванович, никто из нас спасение не достоин. И это только милость Божия. Гриша, множество раз говорится, что мы должны быть достойны. И больше того, мы должны поступать достойно. Множество раз. Даже ангелов, не сохранивших своего достойности, достоинства, да. Достойно, мы должны быть достойны. Мы должны быть богоугодниками. Так написано. Тогда, когда он нас соделает... Я говорю, что мы должны, мы должны. Значит, раз мне говорит он, что ты должен, значит, он возлагает на меня ответственность. Вот. Это вопрос... Владимир Иванович, Владимир Иванович, Владимир Иванович, Никто, никто из нас не сбрасывает ответственности христианина за свои жизненные поступки. Это потому, что Христос нас создал, определил на добрые дела, которые... Совершенно верно. Совершенно верно. Поэтому рожденный высший человек... Грешить не может. Не грешит. Григорий, Григорий, у меня очень простой вопрос. Детский вопрос. Первый класс воскресной школы. Вот. Человек, человек, который родился... Вы верите, может быть, в то, что человек, вот маленький мальчик родился, и он как бы не избран, да, прежде создания мира, а предизбран в ад. Вот. Ну, потому что нельзя спорить с Богом. А все-таки в чем вина его? У вас ответа нет на этот вопрос, да? Или он присуществовал? В каком? Что значит вина? Вина, что мы здесь нуждаемся грешниками. Ну, а в чем его вина, что он родился грешником? Вот мой вопрос, Гриша. Вот обычного человека, допустим, даже неверующего. В чем вина? Иван Иванович, вы понимаете, мы не хотим поднять место священного писания, которое водами, водами каждый человек идет мертвец. Все. И это писание четко-определенное говорит. Водами все умирают. То есть, каждый человек здесь на земле, он духовный мертвец. И не надо к этому... А что касается, значит, слова предизбрания, мы очень, так сказать, не хотим к нему... это тема отдельной передачи. Брат Григорий, да, мы сюда... Я хочу в заключение спросить тебя вот так напрямую. Ты не раскаиваешься в своей позиции в отношении этого предрасчета, вот этих глубин библейских. Вот. Ты не раскаиваешься или да, раскаиваешься. Ты можешь... Я хочу закончить. Ты можешь сегодня на радио сказать, что это была ошибка, и я не хочу второй раз ошибаться. Я не хочу. Ты хочешь второй раз ошибиться? Я не хочу второй раз ошибиться. Но ты же ошибишься. Вот запомни наши слова. Но ты же делаешь ту же самую ошибку, на те же грабли наступаешь. Потому что на основании того, что я прочел не ваше дело, мне не нужны никакие изложения. Я на основании этого местописания говорю, что не будет 21 октября ни конца света, ни восхищения церкви. Если она будет, то она будет 20 или 15 или только не в этот день. Ну что ж, братья и сестры, спасибо, Григорий, спасибо большое за ваше время. У нас еще звонок, давай еще звонок прием. Давайте еще прием. Говорите, мы слушаем вас в эфире. Я вас приветствую. Я хочу сказать, Игриши, кто ответит за те души, которые, видя эти рекламы, были в приближении к Богу, а потом скажут, да, эти христиане, да, это все лжецы. Кто за эти души ответит, которые уже никогда не покаются? И ты, Гриша, когда-то говорил, что если я не вознесусь 21 мая, я приду и покаюсь в церкви. Ты это говорил. И что же, у тебя пропала охота покаяться? Один классик сказал, солгавшему однажды кто же поверит. Бывает, ошибаются, люди верят. Солгавшему дважды верят уже глупцы, а солгавшему трижды вопрос. Гриша, покайся, тебе дана возможность. Я учтую Ваши пожелания. Мы будем завершать нашу аудиопередачу. Мне не просто грустно. Мне очень грустно. Может быть, я хотел сказать, что мне не просто грустно, у меня тяжесть, тяжесть на сердце и не только за Гришу. Хотя, может быть, Грише не жалко вот тех миллионов тысяч людей разочарованных. Ну, предопределил Бог. Вообще, поражаюсь, поражаюсь. Я не знаю, то ли мне образование не достает, то ли еще каких-то качеств. Может быть, может быть, но страшно, страшно становится. Мы ведем духовную брань. И я хочу обратиться к нашим слушателям, зрителям. Вы были свидетелями такого, знаете, может быть, сумбурного разговора. Может быть, у Вас возникла мысль, вот зачем этот диалог? Вот так в жизни проходит, на кухне, на бэкьярде. Страдают жены, страдают мужья. Потому что, когда человек попадает в обольщение, я знаю семьи, он молится в посадке где-то, не работает, понимаете? Служит Господу, а жена страдает, она томится, она когда-то замуж за него выходила. Дети плачут, дети воют, дети в мир уходят. Дети уходят из жизни подростки, потому что духовные террористы, я не боюсь этого слова, духовные террористы, люди, которые за свои слова не отвечают, а Христос сказал, за всякое праздное слово дадут отчет. И я, Гриша, был в зоне много лет. Нет, я не сидел, меня Бог миловал, хотя семь лет обещали когда-то дать за то, что отказался от оружия, за свои убеждения. Не хотел убивать человека. Но я помню, Гриша, помню, Гриша, то время, я помню людей, которые в зоне говорили, за свои слова ты должен отвечать. Гриша, ты за свои слова не отвечаешь, но ты изменяешь своим словам, ты меняешь перчатки. Вот это звонок сестры, которая знает тебя, знает вас. Извини за мою эмоциональность, но он как раз стал для меня мощным свидетельством того, что ты в серьезном обольщении, ты в духовном поражении. Я не знаю, почему я это говорю тебе сейчас, я планировал говорить более мягко и лейным голосом. Но знаешь, Гриша, я бы заграждал уста, как говорит Писание, людям, которые вводят народ в состояние паники, людям, которые сеют смут, людям, которые один раз упали в грязь, людям, которые неделю назад говорили на весь эфир и не только, может быть, на Сакраменто, что я не сомневаюсь, проходит неделя, Гриша уже другую дату назначает, кемпинг-юлит, увиливает, фальшь, ложь, лицемерие. И как, как Павел, придя когда-то вот в этот город, он возмутился духом. Я возмущаюсь духом. Я буду молиться. Я думаю, наши радиослушатели будут молиться. Вот, вы знаете, какая-то ревность. Ревность за эти несчастные жертвы, которые стали, стали, я не знаю, кто может остановить это. Наверное, надлежит всему быть. Наверное, будут обольстители, будет антихрист. Но я призываю церковь, приживаю христианство не проявлять малодушия. Я думаю, что... Не разочаровываются. Да, не разочаровываются в Господе. И призываю христиан объединиться, призываю работников радио, телевидения, прессы, проповедников, братья и сестер, хоть как-то компенсировать эту боль, эту рану в христианстве. Эту рану. И я не хотел бы, чтобы мы переходили на сарказм, на иронию и старческий маразм, так сказать, приписывали кому-то. Нет. Хотя в возрасте, понятно, заговариваются люди. Но я хотел бы, чтобы мы увидели, что мы ведем брань против духов злобы поднебесной. Как Славик сказал, замаскированных вот в такую упаковочку. И Гриша это просто жертва. Гриша это просто жертва этого духовного явления, обольщения и заблуждения. И наша молитва сегодня будет о том, я попрошу Славика совершить эту молитву, к нам подключатся, наверное, радиослушатели, за жертв 21 мая. Простите, что вот может быть так формулирую, за тех жертв, которые уже ушли из жизни, которые в финансовых проблемах, которые разделяют, вернее, семьи разделенные, потому что я знаю, что иногда муж соглашается, а жена видит, что, извините, что-то не то с ним. Или наоборот, вот за жертв, чтобы Господь помог нам, будем молиться, и ходатайствовать, помог, чтобы церковь не была в поношении, чтобы эти жертвы не ждали 21 октября. Кто-то смеется, а мне не смешно, Ярослав Ильич. Нет, конечно. Мне просто страшно, я вижу, что вот эта вот тьма, эта пелена, эта паутина, настолько, Писание говорит, мы будем пленять всякое помышление в послушании Христу, не кемпингу, не другому гуру, кем бы он ни назывался, и какой бы новый порядок или старый он ни предлагал, но Христу. Давайте помолимся. Да, я только хочу... Может быть, еще слайд, пару слов. Нет, нет, вот перед... Я хочу такую мысль сказать, чтобы сегодня, пусть прозвучит, наше локальное радио, вот наша группа здесь, что это не точка зрения христианства, это точка зрения отдельной, не знаю величину этой группы, одного человека, двух, десяти, пятнадцати, не знаю, но это не мнение христианства, и то поношение, которое она породила, оно... Правильно-то вы говорили, что кто-то же за это должен отвечать, но я хочу, чтобы в эфире прозвучало, что это не мнение христианства, это мнение какой-то части, я думаю, что, надеюсь, что небольшой, вот, чтобы не распространялось поношение на все христианство, и тем более на Бога. Ну, что я хочу сказать, буквально, просто нечего добавить к вышесказанному, дорогие друзья. Одно очень бы хотелось, чтобы быть... Просил бы вас быть очень осторожными подобным высказаниям, они не единичны, и, к сожалению, этим и знаменуется последнее время, что, к сожалению, будет больше и больше подобных лжепророков. И как важно нам стоять на старшем сердце, все выше высказанное кем-то, сверять с Писанием, а главное быть в мире с Богом и в близости с Богом. Только Он может направить, только Он может указать истинный путь. И не увлекаться уже учениями, какими бы они не казались бы привлекательными или заманчивыми. Видите, кемпинг нашел очень хороший подход. Это дьявольский, сатанинский, тонкий подход, который тяжело вложить в рамки обольщения даже. Но тем, кто и отличается, дьявол, что он находит эти подходы. Одних он обольщает цифрами, других высказаниями, некоторых эмоциями и тому подобное. Цель же одна. Это отвратить от истины, это духовная смерть человека. Вот это для него самое главное, чтобы человек отвлекся от истины. А истина, она проста, как мы уже ранее говорили. Несмотря на то, что и Библия сложная, несмотря на то, что Бог все устроил довольно сложно, очень сложно, но истина, она проста. И для того, чтобы обрести спасение, что самое главное, я считаю, для человека, и все остальное это второстепенное. Спасение главное. Наследовать Царство Небесное, о котором Христос говорит, вот что главное. Для этого нет больших сложностей. Как-то один из наших проповедников, Сергей Викторович Санников, он привел такой пример. Для того, чтобы пользоваться компьютером, не нужно быть инженером по компьютерам. Точно так и Бог. Для того, чтобы обрести спасение, не нужно особо вникать. особо вникать в эти часто ложные, преподносимые дьяволом, выкладки, цифры и тому подобное. Нужно вникать в себя, нужно вникать в Господа и в Писание. И, на мой взгляд, самое главное, быть поближе к Богу. Обращаться к Нему, просить мудрости на каждый шаг, на каждое действие. И не ставить себе образец, не ставить себе в идеал какую-либо личность, будто кемпинг, или, скорее всего, скоро еще кто-то появится. Это однозначно так будет, если Бог не прервет жизнь на этой земле, то обязательно появится лжеучитель. И, к сожалению, мы живем в последнее время. И вот это очень важно. Не совершить ошибки. Не совершить ошибки, потому что дьявол преподносит завуалированные эти ошибки, предлагает ложную сторону, заманчивую. Ну что, друзья, как и мы говорили, Ярослав Петрович закончит молитвой. Я призываю вас в ваших апартаментах, домах возревновать об истине, о Господе. Знаете, вот, возревновать. Молитвенно, искренне, о своем прощении молиться, о своем очищении. И не поддаваться вот этой вот слащавой такой, слащавой идее, или слащавым идеям обольщения, которые звучали, звучат и будут звучать. Приближаться к Господу. И наша молитва о жертвах, о жертвах 21 мая. И о том, чтобы Господь христианство наше сохранил это обольщение. Помолимся. И вы молитесь тоже, друзья. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за эту возможность собраться в этой радиостудии, чтобы рассуждать на Словом Твоем. Господи, Ты видишь, какие обольщения приходят сейчас на землю, направленные на то, чтобы совратить с пути истины, направленные на то, чтобы человек просто не дошел до Царства Твоего. Господи, а ведь это настолько важно. Храни нас от этого. Помоги быть в близости к Тебе. Всегда не забывай, что Ты рядом и что Ты нас очень любишь, Господи, и всегда готов выйти навстречу. Храни нас от обольстителей. Помоги нам разузнавать, где от Тебя, а где не от Тебя, Господи. Помоги всегда быть в близости с Тобой. Тебе же единому за все честь и славу благослови наших радиослушателей. Ты знаешь, у каждого из нас проблемы и трудности, Господи, будь рядом с нами. А нам помоги всегда не забывать и благодарить Святое Твое имя. Тебя, единого Бога, Отца и Сына и Своего Духа. Аминь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok